Всех приветствую! Продолжаем смотреть картины и описание к ним по книге «Великий музей мира» Рагир Вандер Вейден Распятие со скорбящими Девой Марией Иоанном Евангелистом Около 1460 года дерево-масло 180 на 186 Рагир Вандер Вейден Великий нидерландский художник, о жизни которого, несмотря на его славу, известно мало К тому же во время Второй мировой войны погибли почти все архивы И не можно было бы отыскать что-то, касающее его биографии Не сохранилось ни одной подписанной им картины И все атрибуции работ мастера сделаны только на основании стилистических особенностей его работ Этот диптих был исполнен живописцем в конце жизни Он уникален для Северного Возрождения Картина и сейчас выглядит как пример современного искусства Необычная композиция, отсутствие какого-то бы не было пейзажа В качестве фона, всегда имеющегося в произведениях того времени Кубистические плоскости, подчеркивающие экспрессивность фигур Сочетание ярких красочных пятен Вандер Вейден не раз общался к теме распятия Христа Здесь фигура Иисуса приобрела более напряженную В-образную форму Тогда как обычно она повторяет крест, имеет Т-образную На нескольких картинах мастера зритель видит Деву Марию Всегда теряющий чувства Иоанна Но, быть может, именно в этой работе художнику удалось достичь наивысшей выразительности Исследователи высказывают разные суждения о назначении дептиха Одно из мнений – панели могли быть створками органа Другое – что это две части существовавшего первоначально Или, в всяком случае, задуманного триптиха В таком случае недостаёт правой панели изображение Марии Магдалины Ну, вот такое описание по книге «Великие музеи мира» К работе Рагер Вандер Вейдена «Распятие со скорбящими Девой Марии и Иоанном Евангелистом» Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok